Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Учиться, и учиться, и учиться, как говорили древние греки. Попробуем с самыми маленькими работать. Вот такими. Выберем. Как шестигранная дырочка. Есть, Оля. Вы это выкладываете, видел? Да, и бештой. Это как шестигранная дырочка, а это, вот это у нас Китай. Мейденчина, а это вроде как импортная. Ну, вот и посмотрим. Наклеили, мы пробуем. Вообще не держит. Вот этот дернул. Тоже дернул. Тоже дернул. Хорошо, что не упали. Значит, в итоге тест. Вот этот вражеский, китайский, не хочет работать. А вот эти вот, они прям, как мы видим, кое-что тут повыдернули нам. Вот, видно, и здесь. То есть, они работают, они тянут, несмотря ни на кто. Ну, сейчас надо разбить и посмотреть, что делать дальше. А вот этот вот, зелененький. Я сейчас повторю, тест, может, плохо приклеилось, или плохо обезжирилось. Еще раз наплею здесь и попробуем. Посмотрю, как он. Приклеили мы второй раз тестом. Просто он, видно, плохо обезжирен был. Видно, что он очень хорошо тянет. В общем, это очень известный блогер русский труда. Чуть дернулись, чуть пробились. Еще раз приклеиваем по второму разу. Это просто работа. Учебно-тренировочный капот и учебно-тренировочная работа маленькими грибочками. Как оно будет получаться у нас. Надо все время тренироваться. У меня долгое время приходилось заниматься там маляркой, кузовщиной. Вот я решил тренироваться на всякий случай. Поехали по новой. Я не стремлюсь тут особо прям четко, красиво все это делать. Что-то где-то подпробить надо, что-то подзабить. Где-то, конечно, я перетягиваю. Вот. Так что здесь работа как бы не начисто. Чисто как бы обыденная тренировка. В плане того, что где-то я сильно потяну. Сильно грибы тянут, но вот то, что они без магнитов, и они падают. Это тоже не есть хорошо. Да, перетяг явно виден. Тянут они здорово, эти грибы. Ну, вопрос не в этом. Просто тренировка. Дернул, выдернул, разбил. Надо тренироваться все время. Ну, все получается. Вот они вмятинки все видны. Я к чему этот разговор веду? Что это тренировочный капот. Вот это просто, вот я решил взять, потренироваться. В ноль я ничего тут не собираюсь делать. Просто попробовать, как что это делается. Плюс тут маленький нюанс. Этот капот у нас Тауреговский. Вот. Алюминиевый. Потому что. Вот. И на алюминии я хочу потренироваться. Мятинки, конечно, это опытным глазом видны. Их видно вот. Раз, два, три, четыре. И вот это пять почти, можно сказать, почти вышло. Это маленький. Такой. Даже не косячок, а даже блечок такой слабенький. Ну, вот эта вмятинка прям хорошо получилась клеем. А здесь еще нюансы. Можно поработать, подергать. Ну, и так далее. Вот. Продолжаем дальше. Шесть, пять, а одна, можно сказать, вот эта получилась. Раз, два, три, четыре еще осталось. Продолжаем тронедуху. Так. Ну, попытаюсь настроиться. Вот была вмятина одна, большая. Мятинка маленькая там осталась. Здесь вторая. Да, вот. Видно тут. Бонированность. А вот еще одна была. Более-менее подвылилась. Вот здесь еще одна была. То же самое. И вот она. Ну, в общем и целом, если так смотреть. Там, как бы, таких вмятин уже нету, но остались недоделанные вещи. Это надо уже делать крючками. Клеем у меня не получается. Ну, вот. На сегодня хватит. Хорош. Дальше будем продолжать. Всем спасибо за внимание. Это я просто-напросто снял это видео. Люди просили попробовать, вот как это все делается и так далее. Ну, вот я снял то, что смог. И недоделки, опять же, снимаю специально, что недоделано. Это, как бы, работа сделана наполовинку. Вот. Это учебный процесс, скажем так. Научиться хотя бы так делать для начала. А потом уже крючочком подправлять. чтобы было все ровно и аккуратно. Это, как бы, вот начало. Начал. Продолжение следует...